4871 песо за 31 литр мы отдали. Если мы сегодня еще 100 проедем, то нам останется 361 километр до Сальто. В общем, место очень колоритное, очень интересное, рекомендую вам сюда заехать. Такой вот чудный автомобиль. Не берите никогда, если будете бронировать спидикар. Вот этот чермет. Он шумит, видимо, от багажника, который на крыше. Руль у него очень тяжелый. Короче, тачка не очень. Мы заехали на заправку. Тут два крутейших пикапа стоит. Один Ford и другой Suzuki. С Suzuki мы были удивлены, что здесь есть Suzuki, причем пикап. Покажу, как мы будем заправляться. Все сидят в машинах, ждут заправщика. Здесь пункт приема оплаты. То есть можно выкрутить картой, можно наличкой. Вот жду его, когда он подойдет. Уже минут, наверное, 10 стоим. Ждем. Вот здесь есть дизель. Вот бензин. Есть Shell Super, есть Shell V-Power. Сейчас мы Shell Super зальем. Это аналог российского 95-го бензина. Стоит он 155 песо за литр. Короче, мы не знали, где у нас открывается бак. Нам вот человек помог. Показал, где эта кнопка в этом автомобиле. Си. А, но на авто супер. Си на авто супер. 4871 песо за 31 литр мы отдали. Первый город на нашем маршруте, в котором мы остановились, это был Санта-Фе, который находится в одноименной провинции Санта-Фе. И, как мы потом узнали, является десятым по величине городом Аргентины. Когда мы в него въехали, возможно, это была окраина или совсем не тот въезд, не парадный въезд. Но это была как будто сцена из какого-то кино ужасов, где такая компашечка приезжает, и все вокруг на них оборачиваются. Реально было ощущение, что люди просто заглядывают и в машину. И когда мы остановились размяться, потому что очень устали в дороге, просто пять минут сделать передышку, реально было ощущение, что сейчас нас просто обступят в круг и будут обсуждать, как минимум. Вот. Ну, в целом, конечно же, все пришло хорошо, и все не так криминально, как казалось. Но город явно не привлекательный, явно не туристический, по крайней мере, в той его части, в которой были мы. Хотя мы остановились в, по-моему, самой лучшей гостинице, которая была доступна на букинге, или 4, или 5 звезд. Ну, и вот этот великолепный отель, про который говорила Настя. К счастью, мы его нашли, и он был в этом прекрасном городе. А, собственно, ничего особенного в этом отеле нет, абсолютно. Он стандартный, обычный отель с недорогим номером, где-то 20, либо 25 тысяч песо мы отдавали за него. У него стандартные, похожие завтраки друг на друга, как во всех аргентинских отелях. Но самое главное, у него была двуспальная кровать с более или менее нормальным матрасом. Нам нужно было к следующему дню выспаться, и, собственно, мы это сделали. После заселения в гостиницу мы все-таки решились прогуляться по Санта-Фе и вышли на очень симпатичную улочку, похожую на Арбат. Прогулялись по ней и встретили уличного музыканта, который пел очень душевную песню. Нам безумно понравилось, мы постояли, послушали его, было очень круто. Дальше мы набрели на спортбар, который мы особо даже не заметили, в TripAdvisor и пролистали. Там оказалось очень атмосферно, очень приятно. Везде все обклеено фотографиями футболистов, там футболки их под стеклом развешаны. И на самом деле мы вкусно покушали. Так вот выглядят сельские заправки. Провинциальные, извиняюсь. Провинциальные заправки. Вон едет сельхозтехника. Мы в какой-то провинции. Отъехали от Санта-Фе буквально, наверное, километров 150. Здесь уже начались интересные пейзажики. Здесь много фермеров. Здесь много, соответственно, коров и подобной живности. Смотрите, коровы, бычки, овцы, козы там и все такое. Ну и вот вам красота. Это рядом с заправкой. За заправкой, точнее, вот такой красивый вид. Посмотрите. Пальмы. Такой интересный, красивый сад. Птички летают. Супер классно сделано. Кстати, что интересно, у нас до сих пор чистая машина. И мы проехали уже, сколько, 700 чем-то километров. До сих пор практически в таком же состоянии, в котором мы ее взяли. Аргентина просто поражает во всем. Редактор субтитров А.Семкин На следующий день наш путь лежал через провинцию Сантьяго-де-Лестера. Как мы позднее узнали из интернета, данная провинция является беднейшей в Аргентине. Хотя на нас она произвела гораздо лучшее впечатление, чем провинция Санта-Фе. Мы в Сантьяго-де-Лестера, в городе Фернандес, точнее, близь этого города. 570 километров мы проехали. Если мы сегодня еще 100 проедем, то нам останется 361 километр до Сальто. Это не так много, и там начнется, в принципе, самая красота. Это самый красивый регион будет из тех, которые мы проезжали. Ну, мы, по крайней мере, на это надеемся. Надеемся увидеть Ламу, надеемся увидеть эти прекрасные горы. Ну, и все, что расположено вблизи Сальто. Это кошмар. Сейчас мы в гостиницу, наверное, приедем, либо в Сальто доедем. Я запишу вам, расскажу, что мы видели, как живут люди. Это жесть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еще интересный момент. Мы вычитали в интернете, что Сантьяго-де-Лестеро — это древнейший город Аргентины. Он был основан в 1553 году испанскими завоевателями, которые прибыли из Перу. Мы остановились на ночевку в этом городе. Там был прекрасный отель «Хилтон», что имело очень важную роль в том, что мы выбрали остановиться именно в этом городе. Но мы с утра совершенно не пожалели об этом, потому что возле отеля была прекраснейшая площадь. И вообще какая-то атмосфера в этом городе была очень уютной. И там хотелось побыть подольше. Еще будучи в России, мы смотрели различные каналы на YouTube, влоги о путешествиях, о том, куда люди переезжают, как живут в других странах. И очень круто, когда контент интересный, захватывающий, когда он сделан с душой. И один из таких каналов — это художник-эйтишник Оля Андреевич круто делает свои видео. И мне безумно нравится наблюдать за их путешествиями. Последние выпуски были из Турции. Я обожаю Турцию, и я считаю, что это очень недооцененная страна в плане путешествий. Там очень много крутых локаций, однако Паппадокия чего стоит. Обязательно посмотрите видео на их канале, подпишитесь. Следующие выпуски ребят будут из Америки, поэтому подписывайтесь и следите за новостями. Сейчас я вам покажу наш номер. Автомобильные путешествия сильно изматывают, поэтому мы были очень рады, что здесь есть сетевой отель. Вот здесь даже есть кухня. Шкаф, все классически. Самое-самое главное будет дальше — это вот эта великолепная кровать, которая, я надеюсь, позволит нам хорошо отдохнуть, и подушки будут самыми лучшими. Но есть еще один великолепный бонус, на который я уже положила глаз, и сейчас вы его увидите. Я подойду поближе. Вот он, вот он релакс, который нас ждет. Город совсем небольшой, но очень-очень миленький. Здесь чувствуешь себя безопасно, комфортно, не то что в Санта-Фе. Нам очень нравится, сейчас пойду полетаю и покажу вам этот город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прекрасные люди Прекрасная Аргентина Великолепная страна Я просто обожаю ее Всем сердцем и душой Субтитры создавал DimaTorzok Сакура Сакура все-таки ассоциируется с Японией А Ну, откуда она в Аргентине взялась эта Сакура, да? Я не знаю Если вы знаете, напишите Нам будет приятно В Аргентине очень сильно распространена мототехника Ну, от того, что люди живут не богато Соответственно, машину они себе позволить не могут А могут позволить вот мотоциклы Соответственно, вот мы видим такие парковки Мужчина идет, улыбается Соля Все доброжелательные Никто не хочет тебе Создавать никаких проблем О, какое у меня дерево, посмотрите Классные цветочки цветут Напомню, в Аргентине Последний месяц зимы То есть, аналог Европейского февраля Такая вот церковушка Я думаю, что Иностранцы в этом городке появляются Достаточно редко Потому что Ну, реакция на меня есть Сразу За мной наблюдают все, кто Кто здесь сейчас находится Каждый на меня смотрит Кидает какой-то косой взгляд Кстати, ребят, переезжайте в Аргентину У местных девушек Все хорошо с фигурами Я думаю, вы будете рады В Буэнос-Айресе Мы тоже видели деревья с апельсинами И с лимонами Но здесь они Прям усыпаны Кладами Прям такие большие-большие Апельсишки висят И их никто не кушает Даже обидно Смотрите, валяются просто на дороге Лежат там где-то на машинах Оля И их никто не кушает А мы бы сейчас по одному слопали бы Просто ради интереса попробовать Как оно В центре сосредоточено все И госпиталь И отделение полиции И все остальное Куча магазинов Какие-то маленькие Заведения Типа баров И все, как всегда, переходят Просто беспорядочно Кто как хочет, так и идет Кто как хочет, так и едет Великолепный народ Супер Вот очередная парковка Мототехники Пожалуйста, полицейские управления Ребята стоят Оля Ну все равно такой Как бы этот городочек Привет-привет Ты видела? Моргнул такой Подмигнул Автомобильчик Классный В Буэнос-Айресе тоже много таких Старенький Фиатик Очень милый К зданию администрации Привезли Детей Видимо от какого-то лагеря Или от школы Вот их все идут встречать Они выстроились Все такие счастливые Смотрите В Хилтоне даже парковка в тысячу раз лучше, чем в том отеле, в котором мы останавливались в предыдущий раз Все аккуратненько Чистенько Все понятно максимально Дальше мы уже направились в Сальто, в наш пункт назначения И Сальто Это столица Провинции Сальто Все просто Городочек очень миленький Создает впечатление на самом деле небольшого города Потому что очень низкая застройка Мощеные улочки Но он является седьмым по численности населения в Аргентине И насчитывает около полумиллиона человек населения Городок очень приятный Там множество различных достопримечательностей А-ля церкви, музеи Мы были только в одном соборе, храме Не знаю, как правильно его назвать Можете меня поправить Он очень красивый, очень величественный Причем как снаружи, так и внутри И его колокольня является самой высокой в Латинской Америке Если это не так, напишите нам в комментариях Потому что, конечно же, мы не объездили всю Латинскую Америку Очень красивое место, очень уютное Но это все же провинциальный городок Который, конечно, не может конкурировать с Буэнос-Айресом По своему величию и красоте Мы не бронировали заранее гостиницы Потому что мы не знали, где точно мы будем останавливаться Когда мы доедем до какого города И Сальто не была исключением Поэтому, добравшись до Сальто Мы начали искать, где нам остановиться Мы заранее посмотрели, что там есть нормальные гостиницы хорошие Но, как оказалось, когда мы приехали Все они были заняты И Шаратон был занят И еще один пятизвездочный местный отель И Алекандр тоже занят И мы начали искать, где бы нам переночевать Все остальные варианты были три, две, одна звезда И вообще не внушали доверия Мы начали смотреть апартаменты, дома И нам очень понравился один дом Мы его забронировали Поехали в него Но уже по пути у нас начало складываться впечатление, что мы едем куда-то не туда Потому что по фотографиям из букинга место выглядело абсолютно иначе И все вокруг должно было быть иначе И, собственно, нам в итоге по пути пришло сообщение о том, что произошла какая-то ошибка И этот дом вообще не сдается Я не знаю, как это произошло Но мы начали свои поиски дальше И нашли апартаменты, квартиры в центре Сальто Потому что нам уже не хотелось ехать куда-то в пригород Хотя в пригороде вариаций было гораздо больше Потому что мы были с ребенком, мы были уставшие Времени было уже почти десять вечера И, конечно, хотелось уже заселиться и отдыхать И мы приехали в эти апарты Как это частенько бывает Апарты на фото и апарты в реальности оказались совершенно разными Но у нас не было других вариантов Поэтому мы остановились в них Конечно, это не предел мечтаний И нам было не очень у них комфортно В том числе там неудобные были кровати, подушки и прочие Вот эти все нюансы Особенно для автопутешественников это было существенно Но ничего Мы посетили там очень известный ресторан Который называется Донья Сальто Вообще местные жители, сам город Сальто называют Сальто Ла Линда Это по-испански означает Прекрасная Сальто или Красавица Сальто Хотя изначально там было очень длинное название Они его там переименовывали После смерти одного из правителей местных Какая-то очень интересная, наверное, история Но я вам не буду ее пересказывать Потому что она достаточно длинная Мы зашли в магазин, где продаются вина из Кафошата Вот Продавец искренне удивилась тому, что Мы хотим купить вино на ту сумму, которую мы ей озвучили Она очень удивилась Десять раз переспросила, говорит Действительно ли вы хотите купить настолько дорогое вино Мы, естественно, сказали, что да В общем, она очень счастлива Она в шоке Ну и, собственно, вот наши два претендента Это две бутылки Мальбека Что один, что другой Один от самого крутого винодела в этом регионе И второй не менее классный Мы посетили ресторан Донья Сальто Попробовали знаменитые сальтовские импанадосы Собственно, мы их кушали много там где Мы в Сальто попробовали козленка По рекомендации наших друзей И в Сальто мы отпраздновали второй день рождения За эту поездку нашего друга И выбрали для этого как раз этот ресторан И очень вкусно и приятно посидели Там ресторан огромный Там несколько залов Которые декорированы в разном стиле Очень самобытно, но при этом достаточно уютно Это швейка Большое спасибо Большое спасибо мы нечаянно когда запускали дрон увидели что по левую руку от нас открывается озеро которое расположено в горах горы здесь супер красивые ну просто невероятные мы решили заехать и не пожалели если видно вам я думаю видно там сзади мост который проходит через это озеро озеро просто волшебное великолепное сейчас будут кадры с дрона посмотрите как это было насколько здесь красиво это место я думаю зацените такая соломенная крыша здесь все как будто бы сделано вручную я вам говорю как мастер кожевник который делает изделия вручную все настолько классно мы рекомендуем вам здесь побывать мы не пожалели что заехали и потратили время мы продолжаем ехать вдоль озера здесь конечно безумно красиво и хочется останавливаться каждые пять метров что мы собственно и делаем и сейчас я вам покажу очень красивое место там внизу у воды вилла вот она смотрите даже две виллы может быть это все одна территория но место потрясающе кому-то очень сильно повезло а иметь здесь дом или дачу я не знаю даже там есть прям выход к воде есть место где можно подъехать на лодочке подплыть в общем я в восторге здесь потрясающе а а и и и и и сложно поверить что сейчас идет третий месяц зимы и до весны еще чуть меньше трех недель на улице светит просто ярчайшая палящее солнце я думаю что сейчас больше 23 24 градусов тепла очень классно и в такую погоду конечно кайфово путешествовать когда вы заедете в алиманию в алимании есть вот такая красота здесь продают глиняные горшочки все из глины смотрите какой кактус стоит очень прикольно красивый не красота очень круто ребята вон фотографируется такой старенький автомобильчик стоит который повидал жизнь уже это белья не да с алимания добро пожаловать в алимании очень классные горшочки такие прям ручной работы ухты какой кактус смотрите такой интересный надо пойти с чуваком посидеть рядышком как бы как без этого да такие вот куча разных горных камешков естественно из дерева куча поделок смотрите класс я купил себе вот такую скалку скалка это же называется по-русски вот в общем будем дома вареники лепить тесто раскатывать в общем место очень колоритное очень интересно рекомендую вам сюда заехать останетесь в восторге когда своими глазами видите это естественно это все немного иначе нежели когда вы смотрите это у какого-то там муравлёва на канале ну вот такая вот алимания такие эти классные вот смотрите какой мужчина интересный да в такой ковбойской кепки жена купил тебе подарок смотри работа между прочим лепить вареники я думаю я ли он сказал что мы будем лепить вареники как вы думаете кого мы встретили смотрите смотрите прям иди ко мне иди сюда иди не бойся иди а их там несколько смотри смотрите их двое какие красавцы побежали дикие живут здесь просто в горах шел здесь и отсюда какой-то звук а их здесь много вон он стоит за деревьями вот он ослик смотрите сильно пугать не будем ушел первой достопримечательностью на нашем маршруте где просто необходимо было остановиться была глотка дьявола это такая огромная огромная расщелина в горах я поднял коптер чтобы посмотреть вид сверху решил залететь внутрь этой расщелины но к сожалению не особо получилось потому что был огромный ветер и наш маленький коптер буквально сносило я еле смог посадить его после я вооружился обычной камерой и мы пошли с настей внутрь туристов было еще совсем немного но позже подъехал какой-то небольшой микроавтобус с ребятами и вот у них был местный гид который повел их туда куда нельзя заходить не знаю почему он нарушает правила техники безопасности мы были и в обычной обуви и настя была в платье поэтому как бы заходить подниматься туда мы не стали погуляли вокруг поснимали все это дело пофотографировались и дальше пошли настя решила примерить кольца которые продавали местные ребята в кольце эти ручной работы но к сожалению не было колец которые подошли бы на настя маленький пальчик были все огромные кольца не знаю на кого их делают а я залип на кулонах которые делает вот эта девушка они супер классные супер крутые посмотрите они сделаны в виде местных таких достопримечательностей то есть ламы и каких-то кактусов в общем это было нечто крутое набрал огромное количество подарю друзьям ну и как всегда не знаю почему так меня везде 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 где бы мы не снимали нам на пути попадаются какие-нибудь супер классные тачки здесь в этих горах это не было исключением и видели вот эти классные маскалкары теперь их видите и вы а дальше мы поехали к следующей достопримечательности по дороге нам попались уже классические ретро автомобили в общем мы счастливчики мы большие везунчики но следующим местом которое мы посетили был амфитеатр и я его рекомендую к посещению абсолютно всем кто будет продвигаться тем же маршрутом а это супер место во первых она красивее чем глотка дьявола во вторых здесь играл вот этот музыкант только послушайте как он это делает ребят нам очень много людей пишет каждый задает много вопросов про аргентину и вот когда она спрашивают куда бы мы рекомендовали поехать я вам в этом видео отвечу ребят обязательно рекомендую посетить вот тот же самый маршрут по которому двигались мы это супер классные места они не оставят вас равнодушными уж точно когда будете проезжать вот это место которое называется три креста обязательно поднимитесь вверх на гору и вам откроются безумно красивые виды такая долина такая мощь ревели горы затмевая чудеса ревели наши голоса и да мы ревели горы мама целом геологическим образованием которое находится в долине реки лоскончис более 15 миллионов лет и та атмосфера которая царит в этом месте она абсолютно непередаваемое действительно что-то очень уникальное и мы сделали остановку в одном из очередных красивых мест и обнаружили что камень очень похож на жабу и мы думали что это сделано своими ну не своими руками руками человека но как мы узнали позже это создана природа и выглядит очень прикольно и интересно на самом деле очень неожиданно было это также дальше мы увидели горы которые похожи на средневековые замки что ли ну в общем на какие-то дворцы такие за счет того что в скалах есть углубления какие-то более темные какие-то более яркие на свету плюс разница цветов гор создает ощущение реально что там есть какие-то окошечки дверцы и не знаю какие-то башенки и все это опирается на гору и выглядит очень интересно мы посмотрели все достопримечательности на нашем маршруте но лам я так и не увидел я очень сильно переживал на этот счет потому что для меня лично это была цель всей поездки и представляете буквально проезжаем каких-то там не знаю два-три километра и сперва видим лам которые их держат местные жители а затем через несколько километров остановившись пофотографироваться мы видим лам в дикой природе в восторге моего просто не было предела но нужно было ехать дальше и мы поехали в небольшой городок кафашаты на въезде в кафашаты везде стоят полицейские что с одной стороны что с другой нас остановили проверили документы мы чуть тут заблудились вот сейчас еще раз скорее всего нас остановят тоже проверят документы дамы и господа спасибо огромное что посмотрели это видео оно к сожалению подошло к концу если вы еще не подписались на наш канал то обязательно подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии ну и пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...